Привет, ребята, это Илья Икямсев, это программа Мята-Мята про то, что происходит в комедии вообще, в частности, в российской. Сегодня речь пойдет о концерте Ильи Соболева, который он выпустил в прошлом уже году, но который я очень хотел бы обозреть, потому что это один из лучших концертов прошлого года. Соболев работает в уникальном жанре для сегодняшнего стендапа и не уникальном жанре для комедии в России вообще. Он работает в жанре «давай, пацан, шути». Не важно о чем, не важно как, главное сходу, главное много, главное объемно, и вот чтобы быть смешным и веселым. В этом есть плюсы, потому что этот жанр – это основа всей комедии, и он обязательно должен быть в стендапе. Весь стендап в любые стороны растет из того, что он смешной. И Соболев занимается конкретно этой частью, она называется «быть смешным во что бы то ни стало». Все остальное идет в сторону, но видно, Илье это не сильно важно в принципе. Ему не важно, куда это пойдет, ему важно, чтобы конкретно сейчас люди смеялись. Это достаточно умный подход к стендапу, я считаю, потому что стендап – он все-таки про смех больше, чем про все остальное. Из смеха ты можешь вырастить что-то и назвать их стендапом, но если ты что-то вырастаешь, и в этом нет смеха, то, к сожалению, это уже какой-то другой жанр. Давайте все-таки признаем. В первой части Соболев разговаривает с людьми, которые пришли на концерт конкретно сейчас, он называет это импровизацией, постоянно выкладывает на свой канал, и это то, на что мне больше всего насрать, собственно, как на элемент жанра. Я люблю импровизацию, но я не считаю ее заслуживающее внимание как какую-то отдельную штуку вне полного выступления. Для меня стендап-концерт – это как бы кроме того, что написал комик, это еще и какой-то портрет комика, то есть я вот сейчас в это время на этой сцене, вот я такой. Собственно, для меня импровизация в этом смысле не важна, для меня интересно, к чему человек пришел, как он видит, как он формирует свой концерт. В этом основа для меня какого-то анализа, какого-то интереса к комику. Соответственно, ну просто он поговорил с людьми, хорошо, все было смешно. Что мне больше всего понравилось, это как Соболев реагирует на шутку. Во все шутки и конкретно в импровизацию он входит всем телом. То есть нет такого, что он остановился, начал думать. Нет, у него начинает работать мозг и тело одновременно. Мне это очень понравилось, потому что у него все шутки в движении, все отрабатывается, он заполняет зрителя, внимание зрителя полностью. Это очень интересный подход, его мало кто использует, обычно люди используют что-то одно, и в этом сила, наверное, Соболева, быть много Соболева на сцене. Соболев заполняет весь предоставленный объем, и это хорошо. Но дальше идет само выступление, оно очень смешное, ну в том плане, что шутки там есть, шуток много, но шутки выстроены все в одну канву. То есть Соболев не идет ни влево, ни вправо, он совершенно четко знает границы, где ему следует быть. У него супер телевизионный стендап на грани всех моральных принципов, которые там могут быть. Он просто чуть-чуть больше погружается в секс, чуть-чуть больше погружается в пошлость. Это не хорошо и не плохо, но это узконаправленно. Скажу честно, весь стендап Соболева я очень сильно искал развлечения не только для своего мозжечка, потому что у меня как бы передняя лобная доля, я надеюсь, хоть как-то развита, и ей вот было, ну откровенно говоря, скучно. То есть если вы ищете какой-то элемент на поржать, например, или запомнить вечер, или, ну в общем, если вы сильно пьяный, то Соболев вам сильно подходит. Если вы привыкли, ну как бы развлекаться в том числе, что вы думаете хоть о чем-то, тут этот стендап для вас подойдет не сильно. Как квинтэссенцию стендапа Соболева мне очень понравился момент, когда он начинает отыгрывать овощи в холодильнике. Вот это вот как бы край его работы, то, что он может взять любой предмет и сделать из него шутку, сделать его точнее смешным. Там не очень много шутки, там просто он делает смешно все время из всего. И он, видно, в этом погружен. Вот хороший стиль, но он во мне совершенно не остается. То есть я просто посмотрел это, я отметил класс, я отметил уровень, я отметил все это и пошел по своим делам просто. Может быть, это и есть подход, но он мне лично не подходит. Если вы конкретно хотите получить какое-то удовольствие для передних лобных долей мозга, скажем так, там есть момент, когда Илья шутит про посадки при Сталине. Он, конечно, опять съезжает в какую-то пошлость и в какую-то середину, но это хотя бы более-менее оформленный какой-то блок с претензией на выход из стандартной ситуации, где Соболев находится. Это какие-то очень житейские, физиологические вещи, очень близко, совершенно без развития наружу. То есть можно делать стендап по-разному. Начнем с того, что делать смешно, и в этом смысле стендап-стендап очень прям у Соболева получилось. Но если мы говорим о стендапе как о каком-то действии, то он достаточно плоский. Вот конкретно этот концерт, он на одном понятном, вполне ограниченном уровне, он там себя очень хорошо чувствует. И если ты ожидаешь, что там будут какие-то связи наружу, сложные переплетения, то нету этого ничего. Там просто очень много энергии, очень много хорошего отыгрыша. Он прекрасно понимает, где заканчивается шутка, то есть он настоящий комик. И по части техники к Соболеву это прям образец. Вот как делать стендап? Да вот так вот. Вот именно делать по технике. Все прекрасно. На этом, наверное, все по материалу, потому что проще его посмотреть, чем пересказать. И я говорю, что акцентируйте внимание на нескольких блоков. Посмотрите, как Соболев двигается. Вот движение на сцене практически идеальное. Я очень, ну, я потрясен тем, как можно много делать в простых вещах. Он никогда не проставит, он весь в движении, все время привлекает внимание. Это очень хороший подход, я считаю. Это очень хорошее развлечение, и это очень хороший акт искусства, представления. Его много, если вы просто заплатите Соболеву за концерт 500 рублей, он вам даст на 1000. Вот такой вот Илья Соболев. Его больше, чем вы ожидаете. Недостатки его, как я уже сказал, ну, ладно, это мои личные доли мозга. И, вероятно, Илья просто не особо сейчас интересует вот эта вот вся катавасия, типа, где там что, зачем, сделать чуть посложнее. Ему вполне достаточно делать юмор. Первый недостаток – это постоянные отсылки к телеканалу ТНТ. Начиная от названия с логотипом, место, где он снимается, постоянная сама тематика, то есть он очень точно выдерживает грань юмора. Может быть, словами не всегда попадает туда, как надо, но, в принципе, этот весь материал, он слишком телевизионный. То есть он чуть-чуть с перегнутыми вещами, но все равно, если его чуть порезать, он пойдет в телевизор. Мне кажется, от этого надо отрываться. Он все-таки гораздо более успешен, чем все остальные стендап-комики на том же ТНТ. Зачем ему надо, я не понимаю. Его и так нормально. Я понимаю, почему у него нет стендапа на ТНТ, потому что его действительно слишком много в кадре. Его очень легко снимать, он заполняет объем, у него слишком много энергии. Плюс там есть такой же комик, как Соболев, зовут его Виктор Комаров. И Комаров ровно в той энергетике, которая нужна для этой программы. Плюс сам по себе стендап ТНТ, он именно нацелен на то, чтобы вот из этого слоя немного выйти. Потому что за слой, в котором работает сейчас Соболев, прекрасно себя чувствует программа Comedy Club, в которой тоже есть Соболев. И вот там, вот в этом блоке юмора, он гораздо органичнее для той программы, чем для стендапа на ТНТ. Все-таки там, несмотря на то, что они имеют свойства и привычку пропускать шутки, они все-таки пытаются брать тематику другую, чем ту, которую тащит Соболев. И преподносить ее по-другому. Затем монтаж. Монтаж плохой, прямо скажем. То есть он как-то собирался там, где нужно показывать близко Илью, вот там, где он начинает отыгрывать, камера почему-то отъезжает. Съемка происходила очень странно. То есть там углы у камер поставлены. В общем, по части техники, по части монтажа, мне кажется, его можно было сделать лучше. То есть вот вводная часть, где вступление к самому концерту сделано гораздо лучше, чем концерт. Почему? Ну, надо думать. Наверное, просто нужен был нормальный режиссер или монтажер, который понимает, что делать там. Сейчас это выглядит просто как очень неловкий сборник кусков в попытке сделать представление. Сам монтаж гораздо хуже, чем концерт. Вот что я имею в виду. И анимация. Я читал, что многим понравилась анимация, но на самом деле она забивает, потому что самого Соболева больше и интереснее на сцене, чем эта анимация. Я понимаю, он хотел вставить, внедрить в концерт как можно больше, но там даже есть момент, когда я пришел монтажеру, человеку, который нарезал, это пришлось вырезать анимацию. Там явно Соболев в крупном плане, потому что нужен он здесь. А сама анимация осталась где-то сбоку. И лучше бы ее вообще не было, потому что Соболева достаточно. Для меня она была просто излишней, она отвлекала от действия и непонятно, в чем привносила. Он прекрасно отыгрывает и показывает, что происходит без дополнительных приемов. Не нужно было это лишнее. Гораздо клевее снимать в каких-то там местах, типа ДК или какой-то родины, которые больше связаны с Соболевым как комиком. Я так понимаю, что он все время смотрит, просто для меня вот само это место, это смотреть в жопу телевизору. Ну, зачем, если ты уже явно более успешен? Я уже это повторил, и я повторюсь. Дело в том, что для меня Соболев – это человек, который полномерно, долго и, в принципе, успешно добивался своего положения на телевизоре, на ютубе, на чем угодно. Он играл в КВН, он сейчас в Камеди Клабе, он там, он как рак на ТНТ-4, потому что там все, что более-менее может смотреть, связано с Соболевым. И для меня понятно, что ему хотелось бы быть в стендапе на ТНТ, но он его перерос. Он просто ушел совершенно в другую сторону, пахать поле, в котором мало кто работает, и, наверное, ему там стоит остаться. Смотрите, этот стендап стоит смотреть, когда вы, а, пьяный, совершенно точно, б, когда вы привели друзей, которые хер знают, что ему понравится, вот давайте посмотрим все вместе. И он может смотреть без детей, так будет лучше для всех и для вас, для детей. И это вот образец, как надо делать, образец подачи. То есть, что бы Соболев ни говорил, этого много ярко, и от него не хочется отвернуться. Это очень хороший момент. Сам стендап собран, ну вот, поскольку он действительно линейно достаточно собран, к концу ты уже начинаешь понимать, куда пойдет мысль у него. То есть, если вот он внедрился в лобковые волосы, то он вас их закопает в ближайшие 5 минут-6, не отвлекаясь ни на метафоры, ни на какие-то сложные построения, ни на аналогию, ничего. Он будет просто планомерно, планомерно залазить головой между ног у женщины. Все, вот в этом Соболев и есть. То есть, он очень настойчивый чувак в плане одного направления. Так уж получилось, что в России стендап переводят люди, которые знают английский язык, у которых есть голова, и им, в принципе, интересны сложные фактуры. Дело в том, что на Западе вот то, чем занимается Соболев, это основа стендапа. Это вот кроегольный камень, на котором вот стоит платформа того, что идет в разные стороны. То есть, ты сперва учишься шутить, шутить вот с такой же мощностью, как они. То есть, Соболев отвечает за мощность, за насыщенность, вот как эталон много смеяться. Вот это он. И дальше уже идут в разные стороны. Вот тебе нужно с такой же интенсивностью также заставить людей шутить, но своим стилем. Это становится понятной вещью. В России люди переводят в основном сложные вещи. То есть, ты два раза, ну, ты перевел какой-то стендап, который похож на Соболева, ты начинаешь понимать, что большинство стендапов, они действительно похожи на Соболева, и ты начинаешь куда-то влево, вправо сложные вещи делать. Вот и зря. В целом, если вам хочется посмотреть того же, что делает Соболев, и вы еще не знаете про Кевина Харта, то идите и смотрите Кевина Харта. Это вот тамошний Соболев, он прекрасен. Еще есть Крис Делли, если вы любите больше импровизацию, больше импровизационную штуку. В общем, если Кевина Харта скрестить с Крисом Делли, будет где-то вот посередине витать вокруг них Илья Соболев. Это интересно. В России есть комики, которые этим занимаются, занимаются успешно. Это Гоша Белобородов из Самары. Это, например, Семен Голубь, который был недавно у Поперечного в этом сборной солянки. В принципе, большинство людей, которые пытаются просто шутить без какого-то направления, для которых смех важнее того, что внутри этого смеха, вы можете их сделать. В общем, ссылки на этих людей будут вот где-то внизу. У меня все. Это хороший стендап. Это очень редкий, снимаемый на телевизоре жанр стендапа. Это качественное представление, и человек умеет делать. Для меня это редкий случай, когда я могу похвалить комедию, которая, в принципе, мне не близка. Но я надеюсь, для вас она будет нормальной. Слушайте, я посмотрел, я записываю это уже 15 минут, и на самом деле, вот как примерно 15 минут, он там разгоняет. Просто отодвигайте на 15 минут, если вам насрать на его все эти вещи, которые он делает с аудиторией, чтобы посмотреть на Соболева комика. Идите и смотрите. На этом все. Дальше у нас в обзорах будет Каргинов, и как зовут-то этого пацана, блядь. Сука, я забыл их всех. Сабуров, Нурлан Сабуров, у него тоже вышел концерт. Я их обозрею только потому, что про них много говорят, и это, в принципе, часть культуры, которую нужно посмотреть. Как вехал в стендапе, они вышли, стендап-комики строят на этом свое какое-то видение. Думаю, что для культуры важно их там зафиксировать, их состояние. На этом все. Если вы видите, у меня новые камеры и свет, все вроде бы идет хорошо. Я сам себе нравлюсь в объективе, поэтому видеоролики будут выходить почаще. Давайте, пока. А, да, подписывайтесь. Тут. Нажать или здесь? Нажать что-то надо. Ха.